Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хочу познакомить вас с судьбой и творчеством Ирины Алферовой, советской и российской актрисы, народной артистки Российской Федерации. Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в городе Новосибирске, вне актерской семьи. Ее родители прошли Великую Отечественную войну и, получив образование после войны, оба стали юристами-адвокатами. У Ирины была старшая сестра, Татьяна, юрист-адвокат. Ирина училась в Новосибирской средней школе и постоянно участвовала в дворовых спектаклях, которые они ставили с соседскими детьми. Ей, как самой красивой, доверяли играть главных героинь. Учась в старших классах средней школы, она занималась в театральной студии при Доме ученых в Новосибирском Академгородке. По окончании средней школы в 1968 году отправилась с мамой в Москву поступать в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. В 1972 году после окончания Гитиса Алферова получила приглашение в трупы нескольких московских театров. Повезло миловидной актрисе и в кинематографической нише, сначала она снялась в картине «Учитель пения», а затем получила предложение сниматься в сериале по эпопее Алексея Толстого «Хождение по мукам». Эта роль принесла начинающей актрисе всесоюзную известность. Следующая большая роль в кино — Констанция в музыкальном приключенческом телефильме «Де Артаньян и три мушкетера». На эту роль режиссер хотел взять другую актрису, но руководство Доскино заставило снимать Алферову. Однако фильм имел большой успех, и участие в нем принесло Алферовой еще большую популярность у зрителей. Вместе с Александром Абдуловым она снималась в мелодрамах с любимыми «Не расставайтесь» и предчувствия любви. Здесь Ирина раскрылась как настоящая лирическая героиня, в очередной раз доказав, что мелодраматические и глубокие роли — ее стихия. Затем были роли в сказе Василий Буслаев, политическом детективе Тассу полномочен заявить, мелодраме «Ночные забавы». Героиням Алферовой были свойственны цельность, женственность, искренность. Популярность Алферовой росла, но критики достаточно прохладно относились к ее работам. В 1990-х годах единственной заметной работой Алферовой в кино была роль в мини-сериале «Эрмак». В нулевые Алферова вернулась на экраны, но преимущественно телевизионные. В 2000-м году снялась в украинском фильме «Потерянный рай». В 2002-м году сыграла жену французского дипломата в приключенческом российско-французском фильме «Лиса Алиса». В 2006-м она сыграла княгиню Леговскую в экранизации «Герой нашего времени», а в 2011-м году сыграла княгиню Зинаиду Юсупову в сериале «Распутин». В 2018-м году Алферова появилась в фильме «Испытание», сюжет фильма относит к трагическим событиям захвата в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» чеченскими террористами в 2002-м году. В 1976-м году Ирина Алферова была приглашена в Московский государственный театр имени Ленинского комсомола, в труппе которого прослужила до 1993-го года. С 1993-го года по настоящее время Ирина Алферова состоит в труппе Московского театра «Школа современной пьесы». В 1990-м году Ирина снялась в клипе Александра Серова на песню «Ты меня любишь». Клип получил широкую известность, во многом, из-за откровенного образа Алферовой, породив слухи о романе актрисы и певца. Ирина Алферова в начале 1970-х годов состояла в браке с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. 24 мая 1974 года у них родилась дочь Ксения. Второй муж, Александр Абдулов, актер, народный артист РСФСР. С Александром Ирина состояла в браке с 1976 по 1993 годы. Сейчас Ирина Алферова супруга актера Сергея Мартынова, с которым познакомилась на съемках фильма «Звезда шерифа». Воспитала троих приемных детей, двоих детей мужа и сына своей погибшей старшей сестры. Ирина Алферова, одна из красивейших актрис советского кинематографа, любимица миллионов зрителей. В ней сошлись и эффектные внешности, большой актерский талант. Зрители полюбили Алферову не только за красоту, но и за прекрасную игру, подкупающую своей искренностью. Актриса награждена Орденом Дружбы, за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность. Орденом Почета, за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. Почетным Орденом Самарский Крест, за вклад в развитие духовных и культурных отношений России и Болгарии. Дорогие друзья, спасибо всем вам за поддержку, если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки и пишите ваши комментарии. Всем здоровья, благополучия и больше оптимизма.